Пока в этом зале тишина, но уже через три недели кандидаты расскажут о своих достоинствах, семейном положении, увлечении, карьере и программе, которая поднимет уровень жизни в районе. В поселке Степное есть над чем работать. Проблема номер один – дороги. Хотя после зимнего сезона провели ямочный ремонт, но этого оказалось недостаточно. Жители не устраивают состояние тротуаров. Нам бы хотелось, чтобы у нас были хорошие дороги. Мы уже это делаем. То есть уже первая часть этой задачи выполнена. Последующие этапы, так мы полагаем, что они будут и дальше продолжаться, эти работы по восстановлению дорог. Однако дороги – не единственная проблема, которую нужно решать. Этой школе уже полвека, но кровлю ни разу не ремонтировали. Директор обращался во все инстанции. Услышали его только региональные власти. Ремонт завершится уже к лету. Но жители хотят, чтобы их проблемы решали именно местные власти и более эффективно. Пластиковые окна. Сейчас в городе Саратове очень часто мы смотрим с завистью на образовательные учреждения, где заменяются пластиковые окна. Окна тоже ветхие, в очень ветхом состоянии, и поэтому вот это не под силу. Депутатов выберут в сентябре, а пока готовятся к предварительному внутрипартийному голосованию. Члены «Единой России» утверждают председатели и регламент. Это серьезный документ. Он требует внимательного изучения, он требует внимательного исполнения. Данным регламентом предусматривается сама процедура проведения голосования. Процедура голосования предусматривает тайное голосование, предусматривается бюллетени. Дан старт предварительному внутрипартийному голосованию. В течение 24 дней участники могут подавать заявление. Ограничений нет. Среди них могут быть как новички, так и опытные политики. Екатерина Рысева, Шейн Абдулаев, ТВ-центр, Саратов.